Это тотальный футбол программы, для которой опорные полузащитники часто представляют не меньший интерес, чем настоящие бомбардиры. И сейчас мы как раз поговорим о таком футболисте. Валерий Карпин, главный тренер Ростова, отвечая на вопрос о лучших футболистах российской премьер-лиги, выстроил такую тройку Крыховик, Шумуродов и Норман. Наверное, по поводу Крыховика вообще никто не будет спорить, ну или мало кто будет спорить, да. Своих футболистов тоже это нормально выделять, многие тренеры так делают. Шумуродов один из самых опасных нападающих Ростова. Но почему Норман в этой тройке, Андрей, как вы считаете? Ну сейчас Евгений расскажет об этом. Мало того, объем, очень хорошая техника, быстрота и правильность принятия решений, управление игрой. Мало центральных полузащитников, которые могут и отбирать, и начинать атаки. И для Ростова, и для сборной Норвегии он становится уже достаточно важным футболистом. Безусловно. Однозначно. До какого уровня он может дорасти? Если вот посмотреть на его игру сейчас в Ростове, можно его представить в каком-нибудь из ведущих европейских чемпионатов? Ну вполне. Во-первых, это позиция, которая позволяет, во-вторых, люди, и третья задача. Потому что Ростов претендует на лигу, если они туда попадут и сыграют хороший чемпионат, а почему нет? Мне кажется, еще раз я вот смотрел то, что Евгений приготовил, еще больше это отражает его преимущество. Очень хороший футболист. Это было видно в прошлом году, как он развивал команду вместе с собой. Евгений, понятно, что мы не сравниваем и напрямую никаких футболистов друг с другом. Но вот по модели своей, на кого Норман похож в европейском футболе? Я сейчас думаю, что в России он имеет такое конкурентное преимущество над нашими полузащитниками, которые играют в нашей лиге, из-за своего футбольного образования. Я хотел бы на двух вещах сделать. Это сканирование пространства, человек, у него на уровне навыка это видно, потому что он постоянно крутит головой, постоянно оценивает, получает информацию из среды, то бишь из игры. То есть, соответственно, получается, всегда он вооружен. В момент получения мяча он уже готов к тому, что он видит своих партнеров, он знает, где находятся соперники, и ощущает кожей пространство. Сейчас вы обратите внимание, то есть он несколько кивков головы сделает, и вместо того, чтобы подать вратарю, он уже понимает, что можно развернуть игру на другой фланг. То есть абсолютно модель обучения, модель воспитания не российская, и поэтому он так выделяется в нашем чемпионате. Вот сейчас, как бы, тоже будет хороший момент. То есть здесь игра без мяча, то есть кивок, кивок, взгляд головы, подсказывает, еще успевает партнеру для того, чтобы переключиться и самому лишнюю работу не делать. Просто у нас большинство специалистов, они видят, как человек работает с мячом. Допустим, ошибка Байроняна. У нас многие футболисты, по словам того же Романа Шаронова, например, думают, что они в игре только когда с мячом. Вот в этом весь вопрос. А у этого человека видна культура работы, культура понимания игры именно без мяча. Он готовит позицию, когда обороняется, и он готовит позицию, когда его команда с мячом. То есть принимает решение еще до того, как мяч к нему пришел? Быстрее, чем оппонент. Естественно, это как бы, ну, само первое касание его, оно определяет всю дальнейшую тактику, его конкретно личную. Потому что если твое контрольное первое касание, оно не имеет качества, да, то, соответственно, ты уже не сможешь, допустим, не можешь играть вперед. Тебе нужна дополнительная подготовка мяча. Здесь даже не на очень хорошем поле, да, первое контрольное касание идеальное практически. Подработка мяча, взгляд уже в пространство, в виде открывающего партнера и, как бы, ну, передача вперед. Соответственно, вот одна из игр его, где за сборную он играл, то есть постоянно, сейчас там кружочком выделено, да, он сканирует, смотрит вперед, подготовка одним касанием, передача, гол. То есть это говорит о высоком, как бы, уровне подготовленности игрока. Это, кстати говоря, важнейший гол, сравнили. Да, сравнили. Игра за сборную, как бы, сложнейшие мячи, допустим, как бы, просто разница на контрасте, да, подработка, передача за спину и контрольное касание нападающего. То есть это то, чего нужно учить в детстве футболистов. Да, я думаю, что на том уровне, на котором играет Норман, да, уровень ФНЛ, премьер-лиги российской, да, здесь уже этому сложно научить, потому что здесь ты должен прийти туда уже готовый, потому что у Ростова серьезные задачи и нет просто времени. Это тренируется количеством повторений, часами работы. По цифрам, да, Норман один из лучших в Ростове, лучший по передачам, по длинным передачам, один из лучших по обводкам, что для центрального полузащитника не очень типично, но Ростов не самая обводящая команда, впрочем, собирает много фолов на себе и достаточно часто мяч перехватывает. Слабые стороны есть какие-то у Нормана? Ну, если только борьба в воздухе, я допускаю, почему-то есть рядом партнеры, которые с него эту работу снимают, может быть, они так распределяют это. Но, во всяком случае, не выделяется он в этом компоненте по сравнению с другими. Ну, учитывая то, что там есть рядом Еременко, Попов, да, которые, собственно говоря, это делают за него. Три центральных защитника, как правило, там, или два хорошо играющих головой, то он может себе это позволить. Что ж, Матиас Норман очень серьезно помог сборной Норвегии, которые, в принципе, становятся крайне интересной командой, учитывая наличие Холланда, Эдегора и так далее. Будем, естественно, следить и за этой командой в том числе. А после короткой паузы поговорим о матче. Ну, если кто-то его видел, то не забудет никогда. Продолжение следует...